Лучших баскетболистов региона определили в Гае на базе ФОК «Горняк». Прошли финальные матчи регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Важный для юных спортсменов турнир проходит ежегодно при поддержке компании «Т-Плюс». На площадке в эти дни встретились представители восьми команд – четырех женских и четырех мужских. Спортсмены из Гаеорска, Оренбурга, Бузулука и Бугруслана боролись за право быть лучшими по итогам первого игрового дня. Третье место заняли баскетболистки из Орска – школа номер 23. К сожалению, Бугрусланки остались без медалей. Среди команд юношей в битве за бронзу победу одержали гайчане, оставив спортсменов из Бузулука в самом низу турнирной таблицы. На следующий день игры за первое место открыли девушки из городов Орск – школа номер 35, Игай – школа номер 10. Хозяйки площадки, создав комфортное для себя преимущество, уверенно довели игру до финального свистка, забрав путевку в финал чемпионата Приволжского федерального округа. Итоговый счет встречи 50-57. Завершили региональный этап парни из Орска ученики 35-й школы и Оренбурга – воспитанники гимназии номер один. Прошлогодние чемпионы из областного центра не оставили шансов сопернику – 34-72. Спортсмены легко и без интриги обошли своих оппонентов и увезли победу домой. В личном первенстве лучшими из лучших по решению судейской коллегии признаны гайчанка Мария Кершенина и оренбуржец Илья Сазонов. Оба – представители команд-победительниц. Разумеется, ребят переполняли приятные эмоции. Ну что помогло? Стремление, наверное, к победе, потому что Казбас проходит уже седьмой раз в нашем городе. И, наверное, уже надо хотя бы было бы один раз выиграть в своих родных стенах. Ну и командный дух, в первую очередь, поддержка родных, друзей, близких и, главное, тренера – напор. Дальнейшие планы какие? Поездка на финал Приволжского федерального округа. Про соперников ничего я не могу сказать пока что, но играть будем достойно и держать планку. Слава благодарности есть для кого-то? Конечно, хочется сказать, во-первых, огромное спасибо нашему тренеру Фоборову Владимиру Николаевичу и помощнику Докитсану Дмитриевичу за то, что готовят нас, дают мотивацию. И хочется сказать спасибо, в принципе, школьной баскетбольной лиге «Казбаскет» и команды «Т-Плюс» за то, что они все это проводят и делают, и все это, и развивают детей. Получилось победить, дальше едем на ПФО и будем показывать достойный уровень. К этой победе долго шли? Ну да, плодотворно тренировались, занимались, и победа закономерная. Когда поняли, что выигрываете, о чем, о самом первом подумали? О семье. О семье, да, о семье. О том, что выиграем, и семье будет приятно, это победа, и все будет чудесно. Так и получилось. Слава благодарности есть для кого-то? Для нашего тренера Сергея Агеева. Это лучший тренер, это он нас так подготовил, и вот без него бы у нас ничего не получилось. То есть, все, дальше будем показывать наш уровень на ПФО уже. Учитель физкультуры Александру Виноградову тоже огромное спасибо, тоже пожелаем. В церемонии награждения приняли участие Владимир Васильев, технический директор Орской ТЭЦ-1 Оренбургского филиала Т-Плюс, президент Оренбургской федерации баскетбола Сергей Коновалов, заместитель директора ПАО «Гайский ГОК» Александр Михин, заместитель главы администрации Гайского округа Марина Элина и другие почетные гости. Они поблагодарили участников чемпионата за интересные выступления, в которых было немало захватывающих моментов, а Лигу Кэсбаскет за предоставленную возможность юным спортсменам проявить себя. Пожелали, чтобы ребята и дальше занимались баскетболом. После этого началось торжественное награждение команд. Победителям вручили не только медали, но и путевки в финал чемпионата Приволжского федерального округа. В Оренбургской области игры Кэсбаскет проходят в 13-й раз, на Гайской территории – в 7-й. Генеральным спонсором проекта неизменно выступает ПАО «Т-Плюс». На протяжении вот уже 15 сезонов компания дарит юным спортсменам, любителям и поклонникам баскетбола большой спортивный праздник. В этом юбилейном сезоне среди участников – представители 68 регионов нашей страны. Отравлено, что данный турнир уже проводится в Оренбургской области уже 13-й раз. И с каждым годом количество соревнующихся все больше и больше становится. Это очень хорошо. Всем хочется участникам пожелать, конечно, красивых побед, замечательных. Соответственно, дальше продолжать заниматься спортом, пропагандировать здоровый образ жизни. Ну и победителям – это Оренбургской команде юношей и Гайской команде девушек. Конечно же, представить наш регион, нашу Оренбургскую область таким образом, чтобы они смогли выиграть путевки суперпиналов. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, Служба информации, телерадиокомпания «Евразия».